Итак, мото-братишки и мото-сёстры, а также новички, кто впервые купил себе мотоцикл марки Kawasaki ZZR400 уже второго поколения, например, у меня 97-й год Вы, наверное, уже в ожидании сезона 2022, так что, наверное, это видео будет для вас актуально, если у вас проблемы с карбюраторами Если проблем нет, наверное, оно вам просто не будет полезно Ну и дальше, ребята, смотрим трубка инерционного надува Инерционный надув – это нагнетаемый воздух с ростом скорости мотоцикла, нагнетается воздух и тем самым увеличивается давление в поплавковой камере Вот эта трубочка А систему под приборкой и под парой, под пауком я полностью убрал в долгий ящик А просто сюда одел силиконовый такой патрубок со стандартным фильтром Фильтр нужно обязательно промыть, так как они забиваются Вот, и, в принципе, на этом, вот, в этом участке все доработано Дальше видим крышечку Где я показываю отвертки, в этом месте, друзья, установлена втулочка Она уже идет с калиброванным отверстием Ее я просто запаял оловом, просто паяльником Вот, еще под этой крышкой установлена пружина возврата мембраны Ее я, естественно, тоже укоротил, не помню, ну, где-то на сантиметр-полтора на сантиметр Но вам укорачивать не советую, если у вас нет опыта по укорачиванию Просто обрезать это не вариант Вот, я ее укорачивал путем нагрева и сжимания Но одну пружину все-таки я запорол, и мне пришлось очень долго искать эту пружинку Так что вам укорачивать ее не советую Отклик на ручку газа будет, ну, совсем, скажем так, незначительный Можете не заморачиваться с укорачиванием пружины Вот, далее, ребята, здесь установлены винт качества смеси Что значит качество смеси? Этим винтом можно как обогатить топливную смесь, так и объединить топливную смесь Путем добавления воздуха Вот, у меня этот винт откручен на 4 оборота Он был полностью выкручен Была немножечко растянута пружиночка И был закручен до упора и откручен на 4 оборота Потом уже, когда на прогретый двигатель Когда мотоцикл установлен не на центральной подножке А был просто установлен ровно на колесах Я отрегулировал плюс-минус пол оборота каждый карбюратор Чтобы двигатель работал вообще ровно Далее, друзья, важный параметр Это уровень топлива На этих карбюраторах, если у вас будет уровень топлива ниже или выше Они у вас будут лить или наоборот будут очень сильно беднеть Или мотоцикл, когда вы будете набирать скорость больше 80 км Он у вас будет тупить и до 150 вообще не разгонится У меня мотоцикл разгоняется до 180, ну до 160 без проблем А вот со 160 до 180, ну чуть-чуть, конечно, подольше Хотя у меня передняя звезда ведущая была на 17 зубьев А ведомая то, что сзади на колесе на 48 Я думаю, при таких звездах до 180 разгоняется В принципе, он очень уверенно Уровень топлива регулируется путем трубочки, прозрачной трубочки Мотоцикл должен стоять не на центральной подножке, а просто на колесах И должен стоять ровно Я тем самым даже положил уровень на вот эту планочку на карбюраторе, где вот алюминиевый идет И уровень топлива сделан на 2 мм, 1,5-2 мм максимум выше, чем выбито на карбюраторах Да, друзья, и не стоит забывать Когда вы будете синхронизировать мотоцикл после всех настроек То, что можно, даже нужно Если у вас мотоцикл будет работать чуть-чуть с перебоями Да, возможно, вам потребуется немного покрутить винты качества Вот, тем самым, потому что карбюратор Каждый карбюратор со своим калиброванным отверстием Они просто не могут быть вообще все идеальные Все идеальные отверстия, где-то плюс-минус какие-то микроны Поэтому винт качества нужно плюс-минус пол оборота крутить в ту или иную сторону Если у вас, опять же, не получается отрегулировать идеально синхрон Вот, синхрон Если у вас не получается, то маленечко подрегулируйте винтами качество Ну и вот, друзья, нашел я свое старенькое видео Ему, наверное, года 4, наверное, уже Вот, проездил я на этих карбюраторах тысяч, наверное, километров 10 Вот, я говорю тут про звездные пары То, что 1748 Я их установил просто для одной, как говорится, цели Это бережная эксплуатация мотоцикла, чтобы двигатель не крутить Вот, смотрите, разгоняться уже начиная с третьей передачи Первую, вторую не кручу никогда Вот, только начиная разгоняться с третьей передачи уверенно Вот, уже ручку, как говорится Ручку до отказа Сейчас у меня музычка там играет Я постараюсь все это время говорить, чтобы не нарушить авторские права Вот, видим, уже, ребята, уже на спидометре 170 Вот, набирает довольно-таки быстро Но до 180 набирает долго Вот, единственный, короче, ну, как бы минус То, чтобы набрать 180 километров Нужно, как бы, чуть-чуть подождать Вот, а так до 160 прям, ну, можно сказать Набирает для 400-ки Это просто, ну, для меня это, наверное, идеально было Сколько я промучился с этими карбюраторами Сколько я над ним ставил экспериментов Всяких, всяких, всяких Вот, если вам это видео помогло Или поможет это видео Я буду только очень рад, ребят Но, при доработке Единственное, что, наверное, не посоветую Это укорачивать пружины на мембранах Просто-напросто их обрезать будет неправильно А я укорачивал их путем нагревания Вот, в горячей воде У меня чуть-чуть получилось их укоротить на пару сантиметров Но вам этого делать не советую Так как одну пружину я испортил Потом я очень долго искал Вот, и никто вам не будет разбирать карбюраторы ради одной пружины, ребят В общем, пацаны, как-то так Кому понравилась моя доработка Ставим пальцы вверх Подписываемся Если что, какие вопросы по каве Спрашивайте Да, ребят, кава уже этой нету Все мы знаем эту историю В общем, ребят, всем спасибо за просмотр Думаю, очень многим я помогу с карбюраторами Потому что мотик все с каждым годом старее и старее Карбюраторы стареют Думаю, с карбюраторами я вам помог, ребят Ну и в заключение хочу выложить такой вот свой видосик Когда я купил Литр Спорт себе R1000RR, да Это спартуха такая, ну тоже лютая, да Ну вы привыкаете к скорости Вы начинаете бешено ездить Вы начинаете гонять Вы отключаете мозги Так как просто у вас просто кипит адреналин в крови И вы просто не думаете ни о чем, ребят Ну могу сказать так Надо, ребят, думать Я теперь в городе ездю 60 максимум Вот, мотик я восстановил Но здоровье полностью не восстановишь Блин, еще вот недавно узнал Ну, уже информацию Артем Мотониндзи выложил в сторисы Там про себя Конечно желаю здоровья Артему Мотониндзи Чтобы он скорее встал на ноги Вот, ребят И вы берегите себя, друзья Берегите себя Субтитры сделал DimaTorzok